здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте я сейчас пью очаровательный вкусный полезный из моих трав чай с добавлением последних капель имбиря и добавлю еще немножечко имбиря сюда пока еще не сделала новую порцию имбире терапии своих вот добавлю конечно же сюда один кусочек лимона его надо подавить прелесть какая и чуть-чуть чуть-чуть буквально одну ложечку малины ой калины калины и тоже нужно подавить все подавим и получим такой красивый красивый цвет я вам покажу цвет который я сделаю процежу вот так все ночи и готов не знаю как ваш но вот он у меня вот такой вот красавчик просто красавчик все можно добавить меда но я не хочу никакой вот я добавлять сюда не буду я вот так все еще через сито протру все это дело все готово посмотрите какая красота вот такой же точно чай я сделала своим родным посмотрите какой это цвет но просто прелесть и никаких черных китайских чаев никаких зеленых китайских чаев китай сам себя спасет а вот на фоне вот этих цветочков очень красиво смотрится но у меня закончилась очередная баночка моей имбире терапии и вы знаете что когда я только родила ребеночка то моя мама сказала поскольку мама врач она мне сказал катюша смотри осторожно детки часто болеют да и противовирусные препараты они очень сильно тактич токсичны токсичны это значит ядовиты токсичны это значит собирают яд в области печени почках все это действует в крови все это действует на сердечко у ребеночка сердечко маленькое в общем откажись полностью вот вот этих противовирусных препаратов что я сделала и чем же можно заменить вот такой чайок замечательный чай конечно у кого есть малина все это нужно но я делаю вот такую бесподобную вещь конечно изначально когда я только познакомилась вот с этим всем делом а познакомилась я благодаря тому что поскольку бог меня одарил и я владею английским языком я много читаю публикации публикации английских медиков и публикации американских медиков и вот на одном из американских сайтов я вышла на такую публикацию я увидела много лет тому назад вот такой вот чайничек полный полный имбирем причем не чищеным имбирем потом я этим делом увлеклась и начала читать и к чему же я пришла что же я вычитал что это просто бесподобное оказывается средство вопрос в том почему американские медики американские врачи они все исследуют досконально у них давным-давно уже имбирные пряники у них даже мультики про эти имбирные пряники у них имбирные чаи у них имбирные приправу них давным-давно имбирь во всю почему же мы всю все это время почти 70 лет сидели на таблетках вот в чем вопрос вы знаете свежий имбирь написано это прекрасно вам но для многих вещей дальше они пишут что они его очень любят вот we love ginger ginger это имбирь и они любят его такой сильный и пряный остренький вкус в горячем чае и в общем они его любят очень в тыквенном пироге они покупают имбирь они ищут чтоб целенький был такой полненький корень не будем попадаться в подробности давайте посмотрим где они его используют первое в горячем чай и естественно я начну употреблять вовсю давным-давно смотрите мои видео у меня там есть уже много лет тому назад я показывала и в прошлом году и позапрошлом каждый год когда наступает осень зима я всегда показываю и так значит как же они пьют и вот они пишут что они пьют горячий имбирный чай in the fall fall это осень and winter и зимой просто режем пишет просто режем свежий имбирь и не нужно его очищать они пишут потом заливают большим количеством кипящей воды и немножечко меда немножечко лимончика и the perfect winter tonic и замечательный зимний тоник готов вот что они делают ну дальше что можно еще добавить и так далее и что это такое это еще кроме того каф переводится кашель сироп от кашля для взрослых ну и не только второе второе они пишут это суп суп дорогие мои что свежий имбирь на терке натертый они добавляют великолепный суп пюре зимний индийский это суп приправленный такой знаете остренький супик с морковкой это морковный суп и с имбирем прекрасный суп дальше смотрим дальше они употребляют имбирь с рыбой представляете с рыбой всего несколько минут для выпекания берут рыбку и этот рецепт тут вот есть там у них рецепт в общем выпекают рыбку и в конце добавляют для вкуса имбирь дальше вот это вот все фрайс знаете что означает это означает тушеное тушеные блюда когда они готовят они также добавляют имбирь а еще во всякие разные пишут вкусные вещи когда выпекают ну вот как я вам уже и говорила имбирный пряник или например тыквенный пирог со свежим имбирем какая прелесть к сожалению наши врачи не владеет английским языком настолько насколько им это просто необходимо просто иначе ну вот как может врач лечить не зная новшеств а новшества появляются каждый позже день но ничего мы должны знать и помогать и так имбирь это натуральный антибиотик ну конечно прежде всего вы должны проверить нет ли у вас на нее на этот корень аллергии какой-нибудь сначала понемножку добавьте в чай посмотрите есть ли у вас аллергия или нет ко всему нужно относиться с осторожностью даже к морковке и так при простуде у кого урз боли в горле грипп и даже как не нужно ждать пока это наступит нужно употреблять имбирь а вообще он прекрасно согревает и убивает микробы это природный антибиотик нормализация работы пищеварительного тракта имбирь он повышает аппетит способствует образованию желудочного сока но и в то же самое время имбирь отлично сжигает жиры так вот я имбирь использую как средство для похудения антивирусное средство и средство повышающее мощно повышающий иммунитет для того чтобы держать форму много ума не надо немного не нужно кушать свинину не нужно кушать сало не нужно кушать жареную картошку не нужно кушать жирное нужно кушать белое мясо отварное нужно делать если хотите уже очень сильно котлетки на пару но только пусть они будут индюшины и либо курины нужно очень много овощей употреблять вводить свой рацион учиться водить это целая наука смотрите мои видео у меня там все есть я с удовольствием с огромным удовольствием делюсь мне очень хочется чтобы люди стали здоровые потому что когда человек здоров он весел он добр он любит все и всех вы знаете что имбирь он также помогает при отравлениях и расстройствах желудочно-кишечного тракта он прекрасно снимает интоксикацию благодаря тому что у него очищающие свойства и укрепляет мощно иммунитет вот особенно то что я вам сейчас покажу как мы будем делать он снижает уровень холестерина девочки он сжигает жиры разжижает кровь вот многие спрашивают что разжижает кровь какие овощи или фрукты ну во первых это на первом месте имбирь на втором месте я бы поставила малину прекрасно разжижает кровь а нам и надо разжижать кровь друзья мои чтобы не было никаких тромбов имбирь он ускоряет процессы обмена организма и поэтому он эффективный для похудения вот он я не знаю реактивно действует скажем так и за счет этого выводит жиры вот поэтому он именно у всех тех людей на первом месте кто поддерживает форму и еще он отлично влияет на здоровье зубов и тесен он освежает дыхание укрепляет десна в косметологии имбирь используется для улучшения состояния кожи и снимает усталость раздражение прекрасно отбеливает я показывала у меня есть видео как он отбеливает прямо на глазах руки и вот эти вот пигментные пятна но слишком будьте осторожны его просто так не нужно его обязательно нужно в смеси с чем-то вот ну а девочки беременные будьте пожалуйста на сторожение надо имбирь вот так вот брать и хрустеть и нет чуть-чуть несколько капель или вот как я чайную ложечку через сито пожалуйста вот такой вот чай он для всех будет полезен и вы болеть не будете конечно же сейчас фармацевтические компании как они провели с содой компанию по всему youtube что она вредна сейчас конечно про имбирь будут говорить девочки не ведитесь не ведите там про чеснок уже написали конечно выгодно чтобы у вас были тромбы выгодно чтобы у вас были сосуды как трубы канализационные но если вы регулярно кушайте вот эту смесь что мы с вами делаем каждый год всю зиму постоянно каждый день то никакие никакие повторяю проблемы вам не страшны и еще девочки сосуды девочки вот еще не забывайте поить своих деток посмотрите у меня уже закончилась я еще раз сюда положила и мед сюда я мед кладу и мед вытянул все и она посмотрите какая черная редька тоненькая стала кто хочет посмотреть видео про это внизу будет ссылочка вы прекрасно можете увидеть вот это что касается редьки и я побежала в магазин и купила еще сейчас идет сезон редьки поэтому я всем советую запастись этой редькой внизу в описании будет как раз и про вот эту замечательную редьку что мы делаем с ней мы не даем шанса болеть не даем шанса микробам проникать в наш организм и конечно же это большая трагедия для врачей они особенно для фармацевтических компаний ну что же делать мы хотим быть здоровым и так девочки на терке потёрли имбирь видите я немного имбиря натерла потому что мне больше не нужно вот эта часть у меня для косметических целей пойдет а вот это вот часть сейчас вам покажу вот у меня здесь видите отросточек даже два вот здесь два отросточка видите раз и вот отросточек два вот я посажу и у меня отсюда пойдет имбирь корень имбиря можно прекрасно выращивать и вот тут вот еще один по моему отросточка но два уж точно такие явные это значит смотрите что я делаю я выкладываю имбирь вот так вот вот таким вот образом выложим имбирь теперь здесь у меня такой штучки у меня мед теперь нам нужно ложку меда конечно лучше бы если бы этот мед был девчоночки жидким но к сожалению я наверно вот этой ложечкой лучше буду потому что у меня для чая вот так вот все но какой есть такой есть дальше дальше слой лимона есть опять ложку хорошую ложку меда хорошую ложку меда сейчас мне скажут напишите рецепт девочки пожалуйста не смешите меня я не буду писать рецепт какой здесь может быть рецепт здесь слоями выкладываем медом заливаем до свидания все дальше дальше я добавлю калину кстати про калину мне идею дала ирочка я читал к калине не думала потом думаю нужно калину обязательно добавлять это такой же антибиотик бесподобный так дальше опять имбирь опять мед и опять лимончик а он потом растечется мед весь и будет вытягивать весь весь кстати у кого нет меда вы можете сахар но сахаром конечно вреден для организма но что же делать если у кого нету сахаром тоже но он может потом ну в общем девочки потом меда можно еще добавлять там на второй на третий день но у меня обычно за недельку все это быстренько заканчивается у меня за неделю так готово такая красота опять мед так вот есть а он сам потом растекается мед так что вы не смотрите что там кусочками не кусочками не важно нам важен сам вот этот сок который здесь пойдет благодаря меду мед будет вытягивать сок будет идти и мы будем добавлять чай меня как-то спрашивали как часто добавлять да как хотите как хотите вот сколько вы пьете чай как часто вы пьете чай так и добавляйте но если вы хотите худеть девочки то зачем кушать вам жирная жирную пищу оставьте перекусы оставьте так еще лимончик у меня где-то пару лимонов сюда уходит пару бывает три когда полную делаю но сейчас я не полную баночку делу а половиночку поэтому у меня вот так видит мне нужно имбирь еще оставить немножко я еще до оставлю имбирь для косметических целей потому что это прекрасная вещь косметики так ну вот вот так вот вот так вот все как раз я рассчитала с медом все правильно но все делаем на глаз до этого я делала с грейпфрутом великолепно получилось очень вкусно быстро закончилась все в этот раз я вот так делаю и каждый день в чай кладу ребенку и просто даю выпить ротовая полость тоже нуждается в уничтожении микробов я не знаю почему вот именно такие сиропы не выписывают врачи не знаю хотя догадываюсь как и вы все будьте благословенны вы и ваши близкие не болейте питайтесь правильно вот это наша идея терапия она поможет и похудеть она поможет и восстановить утраченный иммунитет поможет вывести все глисты из организма потому что имбирь он еще и действует как антиглистная в том числе кстати и калина вот ну а лимончик это витамин c в огромном количестве будьте благословенны вы и ваши близкие здоровья пусть бог дает вам здоровье и еще раз пусть бог дает вам здоровья пока пока